Взятие Зимнего Дворца, Временное правительство, Советы. Почти сто лет назад в России прогремела Октябрьская революция. Официально праздник в ее честь отменили. Тем не менее, из года в год верно его отмечают митингами и встречами коммунисты. В нашем городе на площади имени Ильича. Видимо, людей уже эта ситуация достает, кризис берет за горло. Ведь смотрите, сегодня даже сокращает программы даже увеличение деторождаемости в стране. Это уже, наверное, говорит о многом, поэтому сегодня люди собираются. Да эти, смотрите, капремонты, девальвация рубля, повышение цен. Ну, в конце концов, а на что же жить людям? Наверное, уже достает, что называется, социальный протест, он нарастает. Коммунисты считают, что День народного единства придумали в альтернативу 7 ноября. Праздник новый не признают. Считают не светским, а исключительно религиозным. По своей позиционной традиции, даже отмечая исконное торжество, День революции говорят о проблемах. Сейчас главная задача – это борьба за умы, за сознание людей, чтобы люди повернулись лицом к социализму и действовали в этом направлении. Будущее России, как и всего мира, это социализм. Торжественная, радостная колонна под советские песни прошествовала от Ленина к площади революции – месту ежегодного митинга. Вслед за ней двигалась колонна «Другая» – людей огорченных и обозленных. В этом году к коммунистам на время присоединились дольщики ДСК. В регионе 2800 собственников, заплативших за новое жилье и так его не получивших. Федеральная компания «СУ-155» на грани банкротства. Сроки сдачи домов продлевают, стройки останавливают. Надо наказать тех людей, которые украли наши деньги. У них я вот экономлю на морковке и на картошке, сажая ее на огороде. А тут миллион семьсот я подарила какому-то дяденьке Балакину. У него не слипнется, как вы думаете, наверное, нет. Потому что я не одна такая, потому что нас много. Собравшиеся настроены очень серьезно. Большинство взяли ипотеку, платят большие проценты, но вынуждены дополнительно снимать жилье. У некоторых каркас дома построен. У кого-то дом только на уровне котлована. Но в одинаково бедственном положении все. Мы все на улице, живем в съемном жилье, платим за это деньги. У нас у всех семьи, маленькие дети. Ютимся где можем. А то, куда мы вложили свои материнские капиталы, все денежные средства, которые были накоплены годами, они все в коробках. От этого нам не легче, что у нас коробка стоит, а дом не сдан. Мы там жить не можем. Вся надежда на федеральные и региональные власти, заявляют дольщики. Но пока о реальной поддержке обманутые вкладчики не видят. Я лично бегал на стройку, говорю, почему дом не красят в теплое время года. А они говорят, нам не привезли краску. Прибегаю на следующий день, краску привезли, да не ту. Рабочим не платят. Это не наша проблема. Мы деньги-то заплатили. Почему у них то краски нет, то того нет, то иного нет. Результат-то где? То есть результата нет. Власть моргает глазками, говорит, да, да, мы поможем, мы берем на контроль. А результата нет никакого. Уже, причем, довольно-таки большой срок. На площади собралось около 150 дольщиков. Остальные 90% предпочитают на митинги не выходить. Все думают, отсиживаясь дома, что, что я пойду, это ничего не изменит. И каждый, если так будет думать, то на самом деле ситуация не изменится. Если люди начнут выходить с плакатами, если нас станет больше, тогда, может быть, действительно кто-то обратит внимание. Хватит отсиживаться дома. Дольщики, микрорайон Рождественский, выходите на митинги. Пора заявить о себе. По итогам митинга собравшиеся подписали коллективное письмо президенту страны. Описали Владимиру Путину сложившуюся ситуацию. И попросили принять в ней личное участие. Себя дольщики назвали бесправными рабами. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.